Лист бумаги, написанный рукой Джона Леннона, со словами к песне «Один день из жизни» «Тыква сорта Леди Гадива» — всё это объединяет одна фамилия, которая дала название этому бренду ещё в 1778 году. Чего же не хватало в биосфере 2 во время? На эти непростые вопросы предстояло ответить участникам нового сезона областного турнира молодёжной интеллектуальной лиги «Зачёт». В IQ-баттле их ожидали разносторонние задания, которые по традиции выходили за рамки учебной программы. Студенческим и независимым командам нужно было увидеть две личности в одном лице, за короткое время успеть угадать как можно больше оскароносных фильмов, видеонарезки, назвать столицы мира, показанные на снимках, сделанных со спутника. Нравится всё. Раньше нравилась такая небольшая ламповая атмосфера. То, что немного команд, сидим в уголочке там, и с каждым общается и слышно друг друга. Вопрос становится намного сложнее. Просто взялась какая-то наука. Мы с ребятами сидим, чешем голову и думаем, блин, ну зачем это вообще придумали? А как готовимся? Мы просто в «Отконтакте» играем в программу «Слабое звено» и отвечаем на вопросы. Сегодня очень много народ, вы говорите с Киевом? Ну конечно, мы вообще сегодня вдвоем играем. Поэтому будем противостоять. Я думаю, что-то покажет старая гвардия. Кстати, к третьему году своего существования зачёт сумел стать очень популярным среди омской молодёжи. Химик принял рекордное число эрудитов – более полусотни коллективов. В связи с этим организаторам пришлось перенестить интеллектуальный баттл из фойе молодёжного центра в концертный зал. Мы в прошлом году, у нас была другая система, мы ездили именно по вузам, по СУЗам, везде побывали в гостях, немножко распространили информацию. И поэтому уже в этом году к нам пришли сами участники. И мы следующую игру тоже никого не будем отсеивать. Все эти команды к нам придут и опять поиграют. А уже в осенней серии игр мы встретимся не со всеми, а только уже с лучшими. Но я думаю, что поиграть должны все. Поэтому у нас сегодня независимых команд очень много, чему мы так рады. И в студенческой лиге это уже перерастает в что-то большее. И нам это очень приятно. Во втором блоке программы после традиционного чая с печеньками участникам пришлось обратиться не к своим знаниям, а к интуиции. Бодибилдер, педагог по вокалу, дрессировщик животных, основатель Омской академии саберфайтинга, фокусник-иллюзионист, битбоксер и танцор в направлении паппинг. Сопоставить эти факты со стоящими на стане людьми задача не из простых. Но многие сумели распознать в стройной девушке чемпионку по бодибилдингу. А в скромном парне – рыцаре-джедае. По итогам игры максимальное количество по 27 баллов набрали команды Альфа-Тунец и Медок. Почему вы ходите на зачет, что нравится? Атмосфера интересна. Расслабиться, как-то отдохнуть. С одной стороны, это интеллектуальные игры, с другой стороны, это развлечение. Игра очень драйвовая, очень много команд, было весело, вопросы классные. По сложности, ну, для нас оказалось сложно, несмотря на то, что мы выиграли. Самый сложный был конкурс кино, потому что очень быстро было, и там просто сложно было действительно сообразить, какие фильмы это были. Первая игра была лишь разминкой. Все команды получили шанс подготовиться к следующим встречам и еще раз испытать свои силы в конце апреля. Лучшие же команды, прошедшие сито интеллектуального отбора, вновь встретятся в осенней игровой сессии. Зачет – это игра. Зачет – это отличный интеллектуальный отдых. Зачет – для нас эта команда. Зачет – это когда ты выиграешь эту игру с отрывом баллов в 5 примерно, от второй команды, вот это да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова